Здравствуйте, любимые зрители! Вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. Подпишитесь, нажмите на колокольчик, если нет. Я решил сделать несколько мини-видео для совсем начинающих игроков в целом, потому что их в последнюю неделю появилось очень много. Первое видео о том, где ставить города. Города в цивилизации — это основа вашей империи. Именно из городов вы получаете все ресурсы, и там вы строите необходимые юниты и проекты. Поэтому важно понимать, где вы поставите город. Сначала обязательно включите рядом с мини-картой в нижнем правом углу на вашем экране значки ресурсов и значки дохода. Так вам будет более понятно, что вы получаете с той местности, где будет основан ваш город. Во-вторых, обращайте внимание на рекомендации компьютера, где вам ставить город. Вот эти иконки городов показывают места, которые игра вам рекомендует. Почему именно эти вы можете понять, наведя мышку на эту иконку? Вот советник объясняет, что здесь есть пресная вода, тут высокая производительность региона, высокая производительность первых клеток, которые захватит ваш город, и рядом нету вражеских городов. Это и понятно у нас вообще первый ход. Хотя тут есть и ошибка, компьютер пишет, что мало новых ресурсов, что конечно же не правда, ведь мы вообще еще ни одного города не поставили, и у нас нету ресурсов вообще. И в-третьих, обязательно смотрите, чтобы ваш город был рядом с пресной водой. Лучше всего видно, где находится пресная вода при выборе самого поселенца, либо при открытии линзы поселенец. Вот это зеленые клетки показывают, где есть пресная вода. Пресная вода нужна для большего количества жилья в вашем городе. Чем больше жилья, тем больше жителей в нем может быть. При достижении лимита, рост вашего города останавливается. Жители же в городе нужны, чтобы обрабатывать клетки, которые находятся в границах этого города. Чем больше жителей, тем больше клеток вы можете обработать, тем больше ресурсов ваш город добывает, соответственно. Быстрее строятся жители, быстрее открываются технологии, и ваша империя развивается. Общий случай говорит о том, что город надо ставить там, где больше всего выхлоп клеток, которые сможет обрабатывать этот город, где больше еды, больше производства, больше денег. Еще важно помнить, что каждый ваш город сможет обрабатывать клетки не дальше третьего радиуса от центра города. Кроме того, ваши города не могут находиться ближе друг к другу, чем те самые три клетки. Надеюсь, это видео поможет начинающим игрокам правильно размещать свои города. А для более глубокого понимания игры я рекомендую посмотреть два других моих плейлиста, ссылки на которые находятся в прикрепленном комментарии к этому видео. Сидмерс Цивилизейшн 6 гайды и руководство и часто задаваемые вопросы по Сидмерс Цивилизейшн 6. Играйте в умные игры и всем пока! Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!